Ножи Это жадковарька Здесь у нее есть специальные гидравлические системы, которые как раз позволяют выдвигать и задвигать наш режущий грудь Что хорошее в нашей компании У нас быстрое соединение с жадкой То есть у нас вот система гидравлики которая сюда вставляется в одно место и сразу фиксируется У нас система сразу распознавания жадки Любую жадку вы поставили, вы подсоединили и сразу у вас в мониторе уже эта жадка высвечивается Плюс подача электрики Вот здесь вот эта подача электрики тоже вставляется сюда и дальше мы работаем Обязательно замок для жадки То есть это по подсоединению Очень быстро происходит и очень просто Что касается нашей наклонной камеры То Вот это вот та опция, про которую я рассказывал Гидравлическая регулировка Угла наклона вперед-назад Кроме этого У нас Вы увидите Здесь есть по два гидравлических цилиндра По одному с каждой стороны Для того, чтобы регулировать ее наклон Чтобы она копировала поле И Здесь вот Это уже сам привод жадки Сюда ставится карданный вал У нас есть с каждой стороны По такому приводу Есть жадки, у которых один привод С одной стороны Есть жадки, у которых с двух сторон привода Вот И наша система Вот то, что я рассказывал Вот это вот Тоже CVT Привод наклонной камеры Мы его называем Это система, которая Позволяет Беступенчато регулировать Подачу Зерновой массы И скорость транспортера Наклонной камеры Вот Это если так Коротко вам рассказать Значит По поводу комбайнов У нас сейчас все комбайнов Идут с LED освещением Обязательно То есть мы уже ушли От обычного освещения У нас все уже идет Так, чтобы вы могли работать 24 часа в сутки И оператор себя Очень хорошо чувствовал Наклонная камера У нас достаточно широкая Чтобы взять много массы У нас есть регулировки Транспортера В трех положениях Для того, чтобы Под каждую культуру Вы могли правильно Выставить транспортер И соответственно Осуществлять эффективную уборку Если это мелкозерновые То это нижнее положение Если это зернобобовые То это среднее положение Или кукуруза И если там у вас уже идет Либо большая уваженность Либо например для рапса То это уже верхнее положение Вот Кабина у нас Очень большая Просторная Кабина у нас идет Класса липси То есть мы На наших флагманских тарбанах Ставим подвину Класса липси С 2021 года Это обязательная Базовая комплектация Она идет полностью Там очень удобная Большая для оператора Скинь Для оператора Вы там внутри побываете Сможете это осенить У нас обязательно Большое окно сзади Для того, чтобы вы видели Такое из-за того Поступает в бункер Для того, чтобы вы могли Оценить качество упорки Холодильник обязательно есть Вы его тоже сможете увидеть И у нас один монитор В принципе для всех Основных операций И опция кожаного сиденья Есть такая опция Это уже по желанию Мы можем поставить Кожаное сиденье Красного цвета Это выглядит как Каком-то крутом Премиум автомобиле Это действительно Выглядит очень хорошо Если мы входим сюда Вы можете Оценить Насколько здесь Все эргономично Насколько здесь Все просто Вы можете увидеть Какое небольшое На самом деле Количество точек смазки У нас То есть Обычно В других комбайнах Это в минимум В два раза больше Здесь у нас есть Еще одна особенная опция Я хотел вам показать Ее именно на комбайне У нас есть Раздельный привод Наших выгрузочных То есть Раньше он шел С одной цепи И соответственно У нас Одновременно Включалась Выгрузка Нашего комбайна И подача Зерновых шнеков Подача Зерна Из бункера На выгрузной шнек Это происходило Одновременно И одновременно Выключалось Теперь мы сделали Раздельный привод Для чего Это сделано Для того Чтобы было Два момента Первый момент Когда мы включаем Выгрузной шнек И включаем Шнеки Которые подают Зерно Одновременно Происходит Небольшой удар По системе Соответственно Уже этого момента Нет Потому что Мы вначале Включаем Один шнек Потом Включаем Основную подачу И уже Начинает Спокойно подавать Плавно И эффективно И второй момент То что Если вы Осуществляли Выгрузку Зерна Раньше И одновременно Выключали Эту систему То в шнеке Оставалось Еще зерно Потому что Он уже В себя набирал И полностью Как бы Не опустошался То теперь Вы можете Отключить Те шнеки Которые подают Зерно Спокойно Все зерно Выгрузить Из шнека И таким образом Более эффективно Работать Здесь вы видите Наш Привод Вот этот Привод CVT Rotor Plus Это Наша Так сказать Изюминка Нашей Системы Приводов Комбайна То есть Он идет Получается Начиная От ротора Потом идет Наклоня камеры И потом Заканчивают Ужатки И контролирует Вот эти Три основных Рабочих органов Вот с помощью Вот этой Системы Карданных Волок Соответственно Ремни и цепей У нас уже Становятся На три Порядка Меньше Чем Вот Ремни Мортический Главный Здесь у нас Оператора Предусмотрен Специальный Бачок Для мытья рук Такая маленькая Хорошая Штучка И теперь Если он поработал Там Да Он может помыть руки Вот здесь От кабины На листе Да Спокойно Помыл руки И Прошел себе дальше Но Самое главное Что здесь у нас Все открыто И все Очень просто И доступно То есть Вот эти Под барабаны То как я вам Говорил С завода Идут Для Мелкозерновых Культур На зону Обмолота Это первая Половина Нашего Ротора И в зону Сепарации Уже идут Универсальные Для зерновых И технических Культур Под барабанья Да Остальные Комплекты Лежат Отдельно В ящике В зипе Вот Но Что здесь Важно На самом деле Это осуществляется Быстро То есть Вы Откручиваете Два болта Достаете Под барабанья Ставите Другой Чтобы у вас Переоснастить Комбайн Вы можете Потратить Примерно Где-то В районе Часа На то Чтобы пометить Добрание 20 минут Если это быстро И все Это у нас Представитель Компании Хозяин Комбайна Компания Тайтан Машинери Этот комбайн Отсюда Сразу едет К клиенту Это на самом деле Проданный комбайн То есть У нас В работе не было Нет В работе не было Он только приехал Вот Поэтому у нас Это все Очень быстро Здесь стоят Специальные Такие Белые Вот Крышки Крышки Они имеют Уплотнители Регулируются Степень Прижатия Все остальное То есть У вас Очень Легкий доступ К ротору Очень легкий доступ К решетному Стану С ростной доски То есть Все очень просто Здесь у нас Ручка Регулировки Скорости Нашего ротора Всего три скорости В зависимости от того Какие культуры Там от кукурузы До пшеницы Вы там выбираете Скорость То есть Это все очень просто Все регулировки Всех Основных Наших элементов У нас Происходят Электрические То есть Не надо Меньше инструментов Очень быстро Вот две кнопочки Это Открытие Закрытие Нашего Предварительного Решика То есть Очень удобно Если вы Осуществляете Какие-то Калибровки Или еще что-то Вы можете Прийти Прямо отсюда Отрегулировать Вы можете Это сделать И из кабины Комбан Но Также дополнительные Кноточки Вынесены Сюда Чтобы вы Могли Это увидеть Я не по всем Регулировкам Буду проходиться Но Обращу На Некоторое Внимание Да Здесь у нас Здесь у нас Отсек Где размещаются Наши Аккумуляторные Батареи Есть Цепи Для хранения Чего-то И вот Здесь Есть Еще Одна Регулировка Это Как раз Непосредственно Вот эти Направляющие Нашего ротора Вот эта Электрическая Система Вы Здесь Можете Тоже Если Вы Работаете В ручном Режиме Подойти Спокойно Порегулировать Посмотреть Как оно У вас Выстанилось Выстанилось Хорошо И пошли Себе Работать Классное Зажигание Либо Из Кабина Зажигание Включай Просто Зажигание Включай А тут Так Воочер На Мониторе Удобнее Когда ты Сидишь Там Но Небра Надо Увидеть Посмотреть Перепроверить Регулируется Зазор Под барабанья Нет Зазор Под барабанья Регулируется У нас Оттуда Непосредственно С монитора А это Регулируется Направляющий На роторе Вот здесь Вот специальные Нет Вот Вот эти Специальные Пластины Для того Чтобы Ускорить Либо Замедлить Рохождение Массы Да Если хотите Можем Этими кнопочками Тоже Поиграться Можете Посмотреть Как там Будет Изначально Настройки Перед выходом Там Предварительно Режет Автомат Оно Там Поднимается Открывается Вот так Вот Теперь Для оператора Хорошо Здесь у нас Такая лестничка Для того Чтобы подняться Вверх Уже Непосредственно В зону Обслуживания Там Где находится Двигатель Радиатор Все остальное Провести Там Нужные Операции Либо Добраться Уже В бункер Кто хочет Может Подняться Посмотреть Как выглядит Зерновой Бункер Внутри Увидеть Вот эти Шнеки Которые Подают Зерно Там У нас Стоят Еще Датчики Урожайности Если кто-то Хочет Поднимите Здесь Что я Хочу Показать У нас Вот эта Часть Отвечает За Выкладку Волка Если Нужно Да А Здесь Непосредственно Вот эти Дефекторы Которые Регулируются Вот здесь Разные Положения Уже Шире Для того Чтобы Разбрасывать На нужную Вам Ширину Это Видите Очень Просто И Вот здесь Непосредственно Уже Идут Наши Диски Которые И осуществляют Разбрасывание Вот этой Версалонной Половой Без То Внутри То Вовторых feder Со Уже Вовторых взрослых